Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 16. Вычисли периметр прямоугольника, у которого длина одной стороны 438 см, а длина другой стороны в 6 раз меньше. Для вычисления периметра прямоугольника, а периметр – это сумма сторон прямоугольника. Давайте я его сейчас изображу, этот прямоугольник. Так, вот, схематически. И вот, если мы одну сторону обозначим А, а другую сторону обозначим В, то вот эта сторона у прямоугольника тоже А, а вот эта сторона тоже В. Поэтому для вычисления периметра прямоугольника, а периметр – это сумма сторон прямоугольника, используется формула. Формула такая. А плюс В умножить на 2. Но для того, чтобы применить эту формулу, нам нужно знать, какова же сторона А, ну, по условию пусть она будет 438 см, а другая сторона В, вот нам ее нужно вычислить, потому что про нее сказано, что она в 6 раз меньше, но какова она – неизвестно. Вот, когда мы ее вычислим, то мы потом подставим в эту формулу значение А и значение В и вычислим периметр прямоугольника. Итак, действие первое. Найдем неизвестную сторону прямоугольника. Для этого нам нужно 438 разделить на 6. Сделаем это в столбик. 438 – это делимое, 6 – это делитель. Вот, начинаем деление. Начинаем с того, что рассматриваем первую цифру делимого. Это 4. 4 меньше 6, поэтому в этом случае мы должны рассмотреть не первую цифру, а первые две цифры делимого. 43. 43 делим на 6. На целое не делится. Подбираем наибольшее число, которое делится на 6. Ну, кажется, это будет число 7. И сейчас мы это проверим. 6 умножить на 7 – это 42. Значит, из 43 мы 42 разделили, а 43 минус 42 – остаток единичка. Единичка оказалась в остатке. Здесь мы проделали первый этап деления. На этом первом этапе первое промежуточное делимое – 43. А теперь продолжаем на втором этапе деления. Восьмерочку мы спускаем. 18 – это теперь уже второе промежуточное делимое. Мы делим его на 6, получаем 3. 3 умножить на 6 – это 18. 18 минус 18 – это 0. Вот на этом деление закончилось. Частное у нас получилось равно 73. Получилось деление на целое. Остаток равен 0. И это мы что нашли? Это мы нашли сантиметры. 73 сантиметра – это вторая сторона прямоугольника. И вот теперь, зная стороны… Ну, давайте запишем. Значит, одна сторона 73, а другая сторона 438. Ну, пусть вот B будет 438 сантиметров. А А пусть будет 73 сантиметра. И вот теперь мы должны подставить… Вместо А подставляем 73 сантиметра. Вместо B – 438 сантиметра. И вот это все нам нужно умножить на 2. Это будет равно. Давайте это сделаем в столбик. Ну, сложим 73 и 438. Ну, мне, честно говоря, удобнее складывать, когда поменять местами слагаемые. А это мы сделать можем, потому что при сложении не важно, какое слагаемое первое, какое второе. Вот мы вот так запишем. И теперь будем складывать. 8 плюс 3 – это 11, а 1 пишем, а 1 в уме. 3 плюс 7 – 10, и 1 в уме. А 11, значит, 1 пишем, а 1 в уме. Здесь четверка и 1 в уме. Пятерка. 511. А теперь 511 мы должны умножить на 2. Это можно было бы сделать и устно, тем не менее. 2 умножаем на единичку, получаем двойку. 2 умножаем на следующую единичку, получаем двойку. 5 умножаем на 2, получаем десятку. И вот у нас получился результат. 1 022 сантиметра. И это периметр. Запишем ответ. Нам нужно было найти периметр прямоугольника. И он равен 1022 сантиметра. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. 2 022 сантиметра. Продолжение следует...